Эта программа говорит губерния. Россия становится все более европейской страной, хотя бы в том отношении, что у нас все больше и больше процентов пожилых людей, ну, скажем так, опытных людей, да? Ну, старшее поколение, оно и имеет место быть, и сейчас продолжительность жизни все-таки растет, мы говорили об этом, поэтому... Соответственно, вот таким большим количеством старшего поколения надо что-то делать, и в России, в том числе... В хорошем смысле? Да, 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 в хорошем, в самом хорошем, реализуется национальный проект, который так называется «Старшее поколение». У нас сегодня в гостях Дарина Лебедева, начальник отдела по проблемам ветеранов и пожилых людей Министерства социальной защиты края. Здравствуйте. Добрый вечер. Я сразу скажу, если у вас будут вопросы, звоните в 4566-45, и что вообще этот национальный проект включает? Прежде всего, видимо, трудоустройство. Давайте, прежде всего, разберемся, что же это за проект. Во-первых, проект наш региональный называется «Старшее поколение», и он входит в структуру федерального проекта с таким же названием «Старшее поколение», который, в свою очередь, является одним из пяти проектов, который включен уже в национальный проект «Демография». Национальный проект «Демография» разработан по инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, и основная, скажем так, национальная идея этого проекта – это как раз достижение продолжительности жизни до 78 лет, к 2024 году. А это реально? Поэтому, конечно, реально. Как раз для этого и разработаны федеральные региональные проекты, разработаны мероприятия, и как раз все наши действия, все усилия направлены на достижение национальной цели. А вот что это за мероприятие? Ведь, насколько я понимаю, если это не только региональный, но и вообще входит федеральный проект, то это какое-то огромное количество различных действий. Вот что за мероприятие? Давайте сначала начнем, наверное, не с мероприятий узких, а начнем с направления. То есть, что входит у нас в этот проект? Во-первых, это, конечно, увеличение активной продолжительности жизни и создание для этого соответствующих условий. Дальше у нас идет разработка системы долговременного ухода. Какие-то отдельные элементы этой системы у нас уже есть, внедряются, но пока у нас эта работа в правоначальном состоянии. И как раз сегодня наш министр Раслана Ивановна Петухова поехала в Москву защищать программу долговременного ухода. Надеемся, что все пройдет удачно, и Хабаровский край войдет в один из пилотных регионов, которые будут эту программу реализовывать. А что это будет в практическом отношении, значит? У нас сиделки попаялись? Практически сиделки у нас уже есть. То есть, эта работа будет вестись у нас с гражданами, которые состоят на обслуживании в комплексе. То есть, с человеком будет заниматься не конкретно, допустим, социальный работник, а сразу социальный работник и медицинское обслуживание. То есть, эта работа в рамках долговременного ухода должна идти в комплексе. То есть, это его основное отличие от, скажем так, той работы, которая на сегодняшний день проводится. Для самого пожилого человека это ничего не будет стоить? Нет, это ничего не будет стоить. Все, конечно, это производится в рамках финансирования. И, кстати, еще хочу на таком интересном моменте остановиться. Очень сейчас активно обсуждается в том, что у нас недостаточно идет финансовое клевание из федерации в регион. И вот как раз в рамках нашего регионального проекта размер или доля, скажем так, финансирования из федерального бюджета составляет 97%. То есть, региону нужно было только изыскать 3% на реализацию данного проекта. Если в другом выражении, это сколько? На 6 лет объем реализации проекта составляет 1,6 миллиарда рублей. То есть, внушительная сумма. Это все речь идет о том, как государство тратит деньги на пожилых людей. Ну, а если по-другому вглянуть? Вот я просто смотрю, как в других странах решается эта проблема. Там все больше пожилых людей вовлекает в активную жизнь, в том числе в производство. Потому что, ну вот, это только считается, что пожилые люди, они хуже работают. Они более ответственные, более опытные. Их тоже можно использовать в народном хозяйстве. И мне кажется, многие хабаровчане бы пенсионного возраста с удовольствием бы устраивались на работу. Проблема в том, что вот, насколько я знаю по опыту своих родственников, они никуда, кроме как охранниками или актерами, не могут. Согласна с вами полностью. И как раз в рамках данного проекта предусмотрено данное направление. И причем оно предусмотрено даже немножечко глубже. То есть, речь идет даже не о людях пенсионного возраста, а о людях предпенсионного возраста. Как раз обучение данных людей и в рамках данного проекта осуществляется. То есть, на каждый год у нас определенное количество людей, которые будут обучены в рамках проекта. В этом году мы планировали обучить порядка 450 человек. Уже этот показатель перевыполнен. Обучено 650 человек будет до консультуры. А как правило, на кого? Очень широкий перечень специальностей. Специально был проведен мониторинг. Были определены те профессии, скажем так, которые наиболее востребованы на рынке труда. Это, конечно, и сфера обслуживания. Ну, конечно, никто у нас, все хотят работать, может быть, в какие-то более сложные специальности. Но, тем не менее, сфера услуг и сфера обслуживания, она на сегодняшний день наиболее предпочтительна для трудоустройства граждан старшего поколения. Ну, одно дело в Хабаровске или в Комсомольске найти работу, как-то обучиться. А вот что касается отдаленных районов, просто я знаю, что там и с тем же трудоустройством есть некоторые сложности. Даже не некоторые, а серьезные сложности. Нет, ну, в любом случае, обучение подбирается, исходя из того, какая ситуация на рынке труда. Если, допустим, есть определенный, скажем так, отдаленный сельский регион, где требуется, допустим, медсестра, то и обучение, соответственно, будет уже планироваться, исходя из той потребности, которая существует. Никто, естественно, не будет в каком-то отдаленном регионе, в районе, то есть предлагать человеку получить специальность, которая не будет востребована. А ведь, с другой стороны, можно было бы обучить какой-то работе в интернете, потому что сейчас же огромное количество различных вакансий на удаленке, и действительно человеку зарабатывать просто там с номера 900, потом получать свою зарплату. Конечно, есть и такая возможность. Бухгалтеры, пожалуйста, тоже можно получить эту специальную инстарктуру. Что нужно сделать для того, чтобы в эту программу попасть? Ведь у нас 1,6 миллиарда рублей, представляю, я даже не понимаю, какая это сумма, если честно, но при этом, при всем, ну, она рассчитана на определенных людей. Вот как человек хочет, например, обучиться на новую специальность, что ему нужно сделать? Первоначально ему нужно обратиться в центр занятости. Дальше он пишет заявление, выбирает те курсы, которые для него являются более приемлемыми. А при этом нет ограничений по возрасту никаких? Предпенсионный возраст. Он во сколько заканчивает? Заканчивается он с выходом на пенсию, начинается за 5 лет до пенсии. И выбирает та профессия, которая для него является наиболее приемлемой, трудовыстраивает, проходит обучение, получает сертификат и дальше уже ищет себе работу. А что касается пенсионеров, есть те люди, которые уже вроде бы на пенсии, может быть, они даже работают, продолжают работать, но вот решили начать жизнь заново, поменять сферу деятельности. Очень интересное направление, но в рамках данного проекта обучение граждан пенсионного возраста не предусмотрено. У нас вместе с тем очень активные люди, зрелые, они занимаются у нас волонтерством. То есть есть у нас целое такое даже направление, это волонтеры серебряного возраста, наравне с молодежью принимают участие в различных социальных проектах и полностью себя реализуют. Но это бесплатная работа, да, Лаваня? Да, это повеление души и сердца. Ну, вы знаете, ведь основная цель – это увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Я понимаю, что работа предстоит достаточно большая, но трудоустройство – это только небольшая часть того проекта, насколько я понимаю, который у нас будет реализовываться до 2024 года, на 5 лет. Что еще будет? Какие вот основные такие точки, действия, на которых будут оказываться? Ну, смотрите, тут даже задача идет не столько увеличить продолжительность жизни до определенного возраста, сколько обеспечить ее качество. То есть это должно быть активное долголетие. И если мы говорим про долголетие как таковое, здесь на первый план, наверное, выходят медицинские аспекты. Поэтому в рамках программы предусмотрим ряд мероприятий, которые сейчас выполняются. В первую очередь это проведение вакцинации, диспансеризации населения. Ну, это же Минздрав, по идее, занимаетесь. Да, естественно. У нас программа является межведомственная. У нас не только наше министерство является ее исполнителем. Также соисполнителем у нас Комитет по трудовой занятости. Мы сейчас только что с вами разговаривали про трудоустройство. И Министерство здравоохранения. То есть эти вот три органа исполнительной власти принимают участие в реализации регионального проекта старшего поколения. И как раз Министерством здравоохранения ведется работа по организации как раз диспансеризации, вакцинации, прохождению медицинских осмотров, каких-то узких специальных скринингов. Также определены контрольные точки. Допустим, очень хорошая новость. Буквально вчера заключили в Министерство здравоохранения соглашение. И будет сейчас поставка препарата для вакцинации против пневмококковой инфекции. 95% людей, которые у нас проживают в национальных учреждениях, будут эту вакцину получать. Наш телефон 456645. Интересно было бы узнать, а как вы считаете, что надо старшему поколению, чтобы им лучше жилось? Потому что это пока взгляды государственные. Промедение. Ну да. И у нас телефонный звонок. Анжелика, здравствуйте. Говорите. Добрый вечер. Я хотела бы задать вашей гости вопрос. Я, к сожалению, не с самого начала смотрю вашу передачу сегодня. Хотелось бы знать, для граждан предпенсионного возраста на момент обращения в центр занятости нужно быть уволенным или работающим можно обратиться? Это, кстати, да, интересно. Здесь такого ограничения нет. То есть, если даже вы сейчас работаете и планируете сменить сферу деятельности, то вы можете пройти обучение в рамках данного проекта. Вот вы знаете, вот предположим, гипотетически, я предпенсионер, мне 58 лет, да, например. Я собираюсь что-то поменять в жизни. Вообще, я хочу узнать, а что мне полагается в рамках этой программы, что мне нужно, где я могу получить всю информацию? И вообще, на что я могу рассчитывать? Ну, давайте, наверное, по порядочку, да? Информация, что положено в рамках данного проекта, она достаточно широко, я надеюсь, освещена в средствах массовой информации, в сети, интернет. Вы можете зайти на сайт министерства и посмотреть те мероприятия, которые в рамках проекта. Минтерство социальной защиты Крайда. Социальные защиты Крайда. Те мероприятия, которые у нас планируются в рамках данного проекта. Ну, где понять... Давайте пока светим на телефонный звонок. Дмитрий, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, Дмитрий. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я слышу вас. Я считаю, что нашим пенсионерам нужно платить нормальные пенсии. Ну, это понятно. Тут мы с вами не спорим. И на эти пенсии пенсионеры купят себе все то, что им нужно. Ну, в принципе, очень интересное мнение. Я, собственно говоря, тоже самое хотел как раз спросить. Не стоит ли деньги, потраченные на реализацию этого социального проекта, просто вложить в пенсию? Ну, несмотря на ту сумму, конечно... Я понимаю, их тренировый вопрос. Та сумму, конечно, которую я вам озвучила, наверное, на первый взгляд кажется действительно большой. Но если мы разделим на все то количество людей, которые... Будет, конечно, слишком мало и слишком... А сколько у нас может рассчитывать на различную сумму? Сколько у нас предпенсионеров, пенсионеров? Есть ли такие данные? Я понимаю, что, может быть, у вас не под рукой эти цифры, но тем не менее... Про предпенсионеров не скажу, а про пенсионеров скажу вам достаточно точную цифру, если одну секундочку подождете. 316 тысяч у нас граждан. Я пока, Слав, ты задавал вопрос, просто мне интересно, я разделю просто 1,6 миллиарда рублей. У меня даже столько в калькулятор не помещается. Ты знаешь, я скептик, поэтому я во многом согласен с человеком, который сейчас позвонил, что, возможно, если бы государство озаботилось правильным начислением и ростом пенсии, да, у нас же был проект, который сейчас заглох, о том, что накопительная часть пенсии, то, возможно, и не стоило бы, тогда не надо было бы решать вот эту проблему, на которую направлен ваш национальный проект. Я понимаю, что это не к вам относится больше к пенсионному фонду, но не секрет, что он работает у нас неэффективно. И, возможно, стоило бы все усилия государства направить на то, чтобы пенсии были настоящими. Потому что я согласен, если бы человек себе накопил большую настоящую пенсию, ну, хотя бы сравнимую с зарплатой, он бы, я думаю, действительно сам решал все эти проблемы. Нет? Ну, Вячеслав Дисней, как бы, наверное, немножечко не тема нашего сегодняшнего разговора, наше личное мнение. А мое личное мнение? Ну, в принципе, смотрите, у нас государство ведет политику все-таки поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Наше министерство разработало программу поддержки, как раз, вот именно таких наиболее нуждающихся. Ведется региональная доплата к пенсии тем людям, которые получают ее ниже прождачного минимума. Естественно, всем хочется, наверное, чего-то большего, но наиболее уязвимые слои населения все-таки поддержку от государства получают. Ну, знаете, я вот сейчас разделил 1 миллиард 600 миллионов рублей, вышло в итоге, ну, около 4,5 тысяч на одного человека. Не такая большая сумма. Ну, мама, не разгуляешься. Да, не разгуляешься. У нас еще один телефонный звонок есть. Надежда Леонидовна, здравствуйте. 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 Извините меня, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот любая ваша отсылка к любому сайту может обратиться к крахам для любого пожилого человека. У нас не так большая оснащенность людей пожилых, так скажем, компьютерами. И уж тем более они не, многие не могут интернетом пользоваться. А все, почему вы не зайдете ни в сайт, не прочитаете? А почему вы не обратитесь на тот вот сайт к нам? А как? Ведь все эти люди пожилые, в конце концов, стоят где-то у вас на учете, в пенсионном фонде, в фонде социальной защиты. Ну, как мы можем обратиться, если этого нет? А все отсылают. Может, все-таки стоит хоть какую-то помощь минимальную не на компьютере, а бумажную обратиться? И люди непосредственно ответящее за нас могут напрямую написать. Да, смотрите, мы просто пытаемся сделать это более удобно. Нет, вы в любой момент можете прийти, и в Министерство социальной защиты тоже. Я не очень хорошо поняла вопрос, спрашивали о том... Люди недовольны тем, что мы все время говорим, зайдите на сайт, посмотрите. Нет, вы можете не заходить, можете пойти пешком в Министерство социальной защиты. Наверняка там в приемной вам все это объясняют. Конечно, могут рассказать в приемной, могут рассказать, если мы говорим конкретно про трудоустройство, это в Центр занятости населения. И, кстати, вот я так поняла, что вопрос еще был как-то косвенно связан с тем, что не все пожилые умеют работать с компьютерами, да? Да, да, да. Вот, смотрите, сейчас у нас действует программа, Министерство труда Российской Федерации ее финансирует, и сейчас у нас люди пенсионного возраста могут пройти обучение работе на компьютерах. То есть обучение это абсолютно бесплатное. До конца года эти курсы проводятся на базе Краевого центра образования. Телефончики я, наверное, вам оставлю, потом сможете, ожидает, передайте. Хорошо, спасибо, да, спасибо огромное. Я просто хотел в завершение сказать, на самом деле, самое главное, на самом деле, что надо сделать предпенсионеру, научиться работать на компьютере. Мне кажется, да, это открывает огромные возможности. На самом деле, это стоит не так дорого сейчас, но... Но есть бесплатный программ. Бесплатный, конечно. У нас в гостях была Дарина Лебедева, начальник отдела по проблемам пожилых людей, Министерства соцзащиты Края. Продолжим сразу после короткой рекламы.